Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Уммалик, муджаза по десяти малым киратам Кур'ана. Мы продолжаем с вами изучать ссуру Аль-Фатиха. Попрошу вас подписаться, комментировать, спрашивать, распространять, чтобы альм распространялся среди требующих знаний. Мы с вами продолжаем разбор второго аята и переходим к третьему слову. Итак, обратите внимание на то, как пишется двойка в конце аята. Вот вы видите весь аят. Аль-Хамду лиллэхи роббилля алимин. И в конце кружочки у вас что? Двоечка. Она пишется, начиная вот с верхнего края и сюда. Итак, мы с вами разобрали на предыдущих уроках аль-Хамду лиллэхи. Вы тренировались, слушали дополнительные уроки по практике букв. Они обновляются, иншаллах, и мы переходим с вами к следующему слову. Это слово робби. Слово робби. Во-первых, первая буква этого слова — ра. Важно, что мы не говорим ра и тому подобное. Хотя это очень, к сожалению, распространено. Мы фатху читаем со всеми буквами максимально правильно. А. Ра. Ра. Ра здесь твёрдое. То есть мы не говорим, например, ря, ря. Это мягко. Ра. Но не чрезмерствуем в этой твёрдости. Не говорим ро, 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 да, что оно переходит или на о, или на какую-то букву схожую уже на та, например, ро, ро. То есть может быть на какую-то другую букву уже быть похожа. Нет. Мы делаем всё без чрезмерности, в махраджи, давая сифаты этой буквы. И фатху соблюдаем. Ра. Ра. И сейчас мы переходим к следующей букве. Это харп ба. Остановимся подробнее на этой букве. Практику этой буквы, когда она читается с укуном или с огласовкой, вы можете найти на канале, и скоро выйдет, иншалла, урок, где мы будем с вами тренироваться удвоенные буквы, которые уже у нас приходили. И вы сможете их отточить в правильности их произношения. Пока месяц вот теоретический момент. Вы знаете уже из предыдущих уроков по практике, как мы читаем букву ба с укуном. Аб. Аб. Да, то есть мы читаем ее резко, четко, произносим окончание. Да. Аб. Мы не говорим. Аб. 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 Да, то есть что-то, нечто похожее на гласовку, мы не говорим. Надо б четко читаем, легонько, отрывая от махраджа, и доходим до естественного открытия губы. Аб. Аб. Да, не аб. Если вы более откроете, это будет схоже уже на фатху. Или сделайте какое-то движение, которое склонит или к бамме, если округлить, аб. Или к кастре, если как-то давление дадите на нижнюю челюсть больше. Или растяните губы как-то, да. То есть будет аб, аб. Нет. Аб. И смотрим пример, если бы у нас там удвоения не было. Аб. 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 Да. Говорим фатху, вернее, букву Ра с фатхой. Ара. И затем Б. Аб. У нас эта буква на суконе придет у нас в дальнейшем в слове аль-малуби, да, если мы остановимся на этом, если мы остановимся на этом слове. Помним, мы уже с вами разбирали правила остановки. Если у нас долгий и потом согласный, при остановке мы будем читать его с суконом. Аль-малуби. Да, то есть в этом примере, который мы подробнее будем разбирать в дальнейшем, вы на Б так и остановитесь, как мы с вами уже тренировались и учили. Но у нас здесь в этом примере Б не просто с суконом, а она удвоенная. А удвоение это по сути, да, удвоение это буква с суконом и за ней буква с согласовкой. Если она не буква, на которую мы останавливаемся, то тогда у нас вот такое сочетание сукон и эта же буква с согласовкой. Например, вы видите здесь вот такое написание, то есть это если мы расшифруем его, разложим, то у нас получается АБ плюс Б. АБ, Б, да, или если вот так, это РОБ, БИ. Но особенность здесь в том, что, как правило, у нас буквы, как на суконе, например, звучат, так они потом в удвоении звучат так же, только быстро, да, переходим с сукона на удвоение. И особенность буквы Б в том, что у нее есть такая сифа, как КАЛКАЛЯ, или сифа щидда, из-за которой у нее появилась вот КАЛКАЛЯ. То есть КАЛКАЛЯ — это когда мы быстро, да, вот произносим АБ, резко отрываясь от МАХРАДЖА. Но особенность этих букв, у которых есть такая сифа, такая характеристика в том, что при удвоении уже эта сифа не проявляется. То есть мы не говорим АБ, Б, Б, АБ, Б, это неверно. Мы, закрывая МАХРАДЖ буквы, то есть у нас здесь губы, легонько, АБ, и мы как будто эту букву не слышим. То есть мы не делаем вот этот резкий отрыв, не говорим АБ, Б, Б, а говорим АБ, Б, и даем ей как бы вес понимания, что там есть буква, да, потому что если мы скажем АБ, то значит это просто огласованная буква. Но мы даем вес этой буквы, да, как время фиксации в МАХРАДЖИ, АБ, АБ, да, при этом нужно вот это давление на МАХРАДЖ опять же контролировать, чтобы не было, например, АБ, АБ, да, то есть сила какая-то может из этого оглушаться. Нет, АБ, АБ, и в данном примере, который у нас здесь пришел РА, и БА с супуном, и БА с кастрой, да, уже. И как я уже сказала, если бы отдельно это было, читалось РАБ, РАБ, да, и БИ, но мы здесь вот эту сифу в удвоении у БА не проявляем, да, то есть она такая, ну, условно можно сказать немая, да, но время фиксации на МАХРАДЖИ, оно есть, иначе она была бы не удвоена. Итак, мы скажем РАББИ, РАББИ, да, и четко произносим конечную огласовку. Теперь особенности такого примера или таких примеров с удвоенной БА при остановке, да, я вам сказала, что это суккун в данном случае или с фатхой, или суккун с кастрой, или с бамой может быть еще пример, но при остановке у нас особое правило, это то, что при остановке, как правило, мы останавливаемся на суккун. И теперь у нас получается как бы два суккуна. Первый суккун, который первый, и уже мы выяснили, то есть он как бы фиксируется в МАХРАДЖИ, но он не произносится. А второй суккун появился еще, да, то есть если бы мы взяли, как мы отдельно говорили, просто пример с суккуном, АББ, да, АББ, так бы было, но мы выяснили, что первая БА уже не проявляется, она только фиксируется, и у нас осталась вторая БА, и вот эта вторая БА, она и у нас проявляется вот с этой КАЛКАЛАЙ, да, то есть мы фиксируем МАХРАДЖИ и говорим БА, то есть если бы мы с вами остановились на этом слове, мы бы произнесли так, РАББ, РАББ, фиксируем МАХРАДЖИ, ХАРФИЗ-СЯКИН, который первый, и произносим с КАЛКАЛАЙ вторую букву, да, произносим с КАЛКАЛАЙ вторую букву, АББ, мы так не произносим, мы произносим АББ, АББ, да, и если бы, если бы мы сравнивали просто ХАРФИЗ-СЯКИН, АББ, если он в удвоении и тоже с СУКУНом, АББ, я скажу сейчас БА просто с СУКУНом и СУКУНом с удвоением, АББ, 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 да, комплекс упражнений, иншалла будет у вас в скором времени, и вы потренируетесь. И следующий пример здесь уже тот, который непосредственно у нас в СУРе, да, то есть удвоение БА с КАСРАЙ, мы выяснили РАБББ, который при остановке уже будет иметь как бы два СУКУНа, при остановке здесь два СУКУНа, но мы читаем с КАЛКАЛАЙ второй СУКУН, в общем-то, да, фиксируя на первой. БУКВЕ СЕКИНЫ, даём ей время фиксации. РАББ, РАББ, да, то есть мы не говорим РАББ, иначе не будет разницы между тем, удвоенная она или нет. Итак, это очень важно, и на этом часто вот ошибается, поэтому потренируйтесь, иншаллах, повторяя за мной в видеоуроках, которые вот в ближайшие дни выйдет. Прошу вас поддержать канал своими комментариями, вопросами, пожеланиями, лайками, репостами, да, чтобы быть максимально полезным для всех мусульман. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.